Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Урукодели. Забежала я к вам поздороваться, прежде чем начинать показывать свою пряжу. Сегодня у меня в данном видеоролике будет фигурировать бобинная пряжа. Я решила перебрать весь свой пряжный гардероб, показать вам, что же у меня есть в наличии. Наверное, не буду мечтать о том, что я хочу, потому что хотелки, несмотря на количество пряжи, все равно у меня есть. Поэтому давайте не будем надолго затягивать и приступим к рассмотрению тех артикулов, которые у меня лежат в запасах. Сегодня мы будем работать с моим помощником, поэтому будут немножко посторонние звуки, но я думаю, это нам с вами не помешает разглядеть пряжу, разглядеть артикулы. Первый артикул, который я вам хочу показать, это бобинная пряжа, как вы можете заметить. И это одна из последних моих покупок, это Gigi Filati, артикул ECO Sky Dark. 70% яка, 20% кашемира, 10% мериноса. Попробовала я моточный як, и вот теперь хочу попробовать еще и бобинный. Но взяла я эту пряжу исключительно из-за состава, как вы можете понимать, потому что привлек меня состав. Решила я также сразу же измерить, то есть поставить весы. 394 грамма, минус 40 грамм, 350 грамм у меня ориентировочно этой пряжи. 500 метров в 100 граммах в этой пряжице, поэтому вязать буду, скорее всего, в одно сложение. И вот таким образом у меня появилась в моих запасах еще одна бобиночка. Меня это, конечно, очень радует, пусть она полежит, а, быть может, в самое ближайшее время я как раз-таки начну процесс. Но посмотрим, время покажет. Я решила сначала пройтись по самым дорогим позициям. Здесь что из них что, я, конечно, сейчас, наверное, не вспомню, поэтому нужно будет вспоминать и рассматривать мои видеоролики предыдущие. Могу сказать, что здесь точно по 120 грамм, и это кашемир. Первое это кашмира лора пьяно, а второе это кориаджи, 100% кашемир. Что из них что, я вот сейчас и не вспомню. Один из них картный меринос, почему меринос? Картный кашемир, а второй не картный, как я понимаю. Вот это картный. И где из них что, я понять не могу, потому что они у меня лежат вот вместе в таком вот виде в пакетике. И получается, что периодически бумажки выпадают. Вот так у меня есть кашемир, получается 240 грамм. Некоторые зрители могут поинтересоваться, почему же я все-таки решила заснять видеоролик о своих запасах пряжи. Ведь это, ну, достаточно хлопотливый процесс, когда ты имеешь в запасах достаточное количество пряжи. Просто все дело в том, что ко мне поступило, наверное, запросов 10, чтобы я напомнила, показала всю свою пряжу, из которой когда-то я буду вязать. Видимо, эти видеоролики вдохновляют девчонок на новые свершения, на новые покупки. Или же антипокупки, посмотрев на запасы других людей, они думают, что, ну, столько им не нужно. Ну, то есть, все равно это видео какой-то мотивационный характер носит. Я сама очень люблю видеоролики про запасы пряжи. Не знаю, не всегда я вдохновляюсь на покупки. Мне порой бывает так интересно посмотреть у моих любимых блогеров, какая пряжа у них есть, и из чего они могут в самое ближайшее время начать вязать. И порой, знаете, когда я перебираю вот таким образом свои запасы, у меня появляется желание начать новый процесс из той или иной пряжи. Так было совсем недавно, буквально, наверное, неделю-полторы назад, когда я показывала свою пряжу, я поняла, что же в ближайшее время я хочу начать вязать. Так вот, следующий артикул, который я вам хочу показать, это у меня остаток. Но, тем не менее, это очень шикарная пряжа, это каш-бленд от Лора Пьяна, здесь 60 кашемир и 40 лен. Прекрасная пряжа, я из нее вязала уже изделие, наволочку вязала по мотивам Ольги Кондратьевой, и вот у меня часть пряжи еще осталась. И здесь у меня за минусом конуса получается около 140 грамм, ну, плюс-минус, да, будем понимать. Куда я ее пущу, я не знаю, это не чисто белый цвет, то есть не от белка, это все-таки немножко он вот с такой в беж, больше уходящий, наверное. И, тем не менее, мне очень дорогая эта пряжа, потому что это был подарок от Татьяны. И я его не то чтобы храню, я просто думаю, что же можно из него такого связать, чтобы вещь была носибельная и радовала меня. Следующие два артикула я обещала показать одновременно, потому что они идут как компаньоны. Эта пряжа лежит у меня больше года однозначно в запасах. Просто вот эта пряжа мне подаренная, эту я покупала как компаньон. Я понимаю и знаю, что я буду из этой пряжи вязать. Он такого очень красивого кораллово-розового цвета. Я думаю, этот цвет мне тоже будет очень к лицу, но до сих пор лежит. Просто потому что даже процесс уже в голове есть. И вот в какое время я начну вязать из этой пряжи, я пока не знаю. Но в запасах она мне совершенно не жмет и она мне очень нравится. Давайте рассмотрим, что же это. Первый артикул это у нас с вами линия пьюз по камелот. Очень многие вязали из этой пряжи. И давайте посмотрим, сколько же у меня ее в запасах на сегодняшний день. Я не брала отсюда 210 грамм. Около 210 грамм в запасах этой пряжи я имею, радуюсь. Я очень довольна, что она у меня есть и никуда с ней не тороплюсь. Я знаю, что из этого получится шикарное изделие, как только я за него возьмусь. А вот этот артикул я покупала сама на распродаже, потому что здесь, видите, есть такой момент. Но мы с продавцом обговаривали этот момент. Пряжа была на распродаже. Она говорила, почему она на распродаже, именно из-за вот этого недоразумения, которое здесь образовалось. Я думаю, что это не столь страшно. Это Милфили, СПА и здесь Меринос. 80 Меринос и 20 ПУА. Достаточно хорошая смесовка, картная шерсть. Давайте посмотрим, сколько у меня здесь. Здесь у меня около 350 грамм. Я не помню, брала я отсюда, щипала. А, да, да, я немножечко брала отсюда пряжа, грамм 10, наверное. Я вязала лапапейсу и там мне нужен был какой-то цвет для жаккарда. Да, из этой пряжи я уже немножечко даже вязала. Вот такие артикулы у меня есть в запасах, именно в бобинной пряже. Давайте не будем далеко отходить от кораллового цвета, розово-кораллового. Вот такая интересная пряжа у меня есть в наличии, ее немного, но она есть. Валюша, привет! Твой подарочек еще лежит, но думаю, думаю, вот-вот он уже сложится. Смотрите, здесь внутри вот такая вот ниточка, а снаружи переплетена вот таким вот шнурком. Так, что здесь? Давайте посмотрим. Это родной конус, потому что я прочитала и вот эту этикетку в том числе, и очень похоже, что родной. Здесь, значит, вот так выглядит этикетка родная, и написано, что 70 вискоза и 30 полиамид. Очень похоже, потому что вот это, скорее всего, окутано полиамидом, а внутренность это, скорее всего, вискоза, как я понимаю. Очень красивая, на самом деле, ниточка, и мне очень хочется из этого повязать что-то летнее, потому что, знаете, она такая скользкая, такая неоднозначная. И думаю, что в ближайшее время, ну вот летом, мы с вами все-таки хотя бы образцы повяжем и пощупаем, что же у меня получится. Посмотрим. Здесь 220 грамм, вполне себе нормально, только по метражу я не могу сориентироваться. 450 метров, я так понимаю, в 100 граммах. Вот такая вот ниточка. Если 450 до 200 грамм, это 900, мне вполне себе хватит на полноценное изделие с коротким рукавом. Вот такая ниточка у меня есть в запасах, она меня очень радует, вы не поверите. И, Валюша, надеюсь, что все сложится. Держи кулачки за этот процесс, я очень надеюсь. Так, следующий артикул, это тоже бобинная пряжа, она была на жуткой просто распродаже, прям жуткой-жуткой. Это у нас с вами стопроцентная шерсть, 100 грамм, ой, 100 грамм стоил 100 рублей. 450 метров, 100 граммах, и я взяла 345 грамм. Брала исключительно на носки, думала, подмотаю еще какую-нибудь ниточку, и будут прекрасные, шикарные носки. Я не помню, вязала я из этой нити или нет. Скорее всего, нет, потому что, видите, 345 грамм, 374, может быть, совсем чуть-чуть отхватила или усохла. Вполне себе, может быть, лежит давно, уже, наверное, точно больше года. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, больше года. Ниточка красивая. Можно, конечно, не только на носочки ее пустить, здесь достаточное количество. Можно подмешать какой-нибудь более благородный состав, например, меринос для мягкости, да, если у меня появится что-то подобное. Может быть, даже не в цвет, не в тон. И связать вполне себе хороший, ну, например, жилет для мамы. Почему бы нет? На зиму будет очень тепло и комфортно. Но лежит. Пока вот это вот точно лежит. Я с ним вместе брала еще одну бобинку, помнится мне, но ту я и связала. Там тоже была стопроцентная шерсть. Вот, придет ее время, наверное. Следующий очень-очень красивый цвет. Но эти бобинки я недавно показывала, когда снимала видеоролик про моль. Помните, я говорила, что у меня есть изюминки моей коллекции, которые мне жалко, да, чтобы вот моль не поела. Везде положила разные средства. Очень много средств рекомендовали девчонки в комментариях. Поэтому, кого волнует эта тема, проходите видеоролик про историю моего зрителя. Она была совершенно недавно. И смотрите, что же там нам рекомендовали зрители, да, подписчики. Так, значит, эта пряжа была мне подарена. Она до сих пор лежит, но она мне очень дорога. Я не знаю, либо под мод мне нужен сюда, либо полноценно я буду из нее вязать. Так, значит, вот так выглядит артикул. Получается 60 шелк и 40 мериносовая шерсть, я так понимаю. Вот такая вот пряжица. Она безумно нежная даже в бобине. Мне кажется, она даже без пропитки идет, потому что она очень шелковистая, очень нежная, очень классная. Здесь у меня вот еще два таких намотыша. Но они мне так и приходили в подарок. Поэтому давайте сейчас вот так попробуем. Оп, потухла. Смотрим. 250, ну, 210 грамм, около 210 грамм у меня есть этой пряжи. Я думаю, что мне здесь тоже вполне в одну ниточку, если вязать, хватит на полноценное изделие. А если что-то подмотать, то вообще будет шикардос. Вот такая вот приженция у меня есть. Радует. Следующие артикулы у меня в небольших остатках, но тем не менее я решила их тоже показать, потому что, скорее всего, они тоже будут какими-то изделиями или элементами изделий. Поэтому, ну, почему бы не показать? Здесь у меня, значит, меринос стопроцентный, картный. И у меня в общей сложности осталось 115 грамм. Это тоже вполне достаточно на изделие какое-то небольшое. Здесь у меня гребенной меринос 60 грамм. Это тоже может быть частью шапки, например, да, может быть подклад. Потому что я из этого вязала недавно шапку сыну, он ее носит. И даже ни разу не сказал, что колит. Это у меня обычный сын вообще не носит никакие изделия. И я поняла, что можно ему вязать из гребенной, некардной гребенной пряжи какое-то изделие. И думаю, что будет вполне себе носибельное. То есть ребенок начал носить вязаные изделия. Это меня очень и очень радует. Вот такая вот пряжица у меня есть еще в остатках. Совсем немного, совсем чуть-чуть. Так, следующий артикул, который у меня есть, это стопроцентный меринос. Я точно помню, но артикулы не скажу, покупала давно. Эта пряжа уже была в изделии, но я ее распустила благополучно. Все почему? Да все потому, что... Но не получилось у меня, что-то пошло не так. Здесь, видите, и смешанная уже с пайетками, и, собственно говоря, смотана. Давайте посмотрим, сколько же этой пряжи у меня есть в наличии. Просто для того, чтобы знать. Я знаю, что здесь мне хватит на либо часть изделия, либо на небольшое изделие. 340 грамм мне вполне должно хватить на изделие. Вот такая вот пряжица еще есть в моих запасах. Следующая пряжа. Посмотрите, какой замечательный, красивый цвет. Эта пряжа приходила мне из магазина Кальверу. И надо сказать, что магазин специализируется в основном на пряжи... Они специализируются на российской пряже фирмы Камтекс. И у них также есть от производства целые бобины. И вот одна бобина мне пришла. Так, что здесь у нас? У нас здесь пряжа на бобине. Называется воздушная. Цвет голубой. И у меня здесь аж 700 грамм. Представляете, какая она тяжелючая. Я пока не вязала даже образец. Очень хочется повязать. Да мне из всей пряжи, на самом деле, очень хочется повязать, как вы понимаете. Но, по крайней мере, вот так... Кстати говоря, состав я вам не скажу. Ну, наверное, посмотрю и подпишу потом, потому что я не посмотрела состав. Чувствуется, что есть ненатуральность. Даже видно ее вот так вот. Но думаю, что на плечевое изделие вполне себе должно быть нормальным. В виде кардигана. Может быть, какого-нибудь объемного платья, под который, конечно же, что-то мы все равно надеваем. Но пока не знаю, что здесь будет. Но здесь аж 700 грамм. Обалдеть! Так, следующий артикул. Он у меня сейчас в работе. Но я вам все равно покажу. Это черная-черная пряжа. Это вот такая вот приженция. Я думаю, вам здесь видно. Так, 1500 метров на 100 грамм. 80 мериносовой шерсти. 20 ПА. Так, эту бобину я пока считать не буду. Потому что она у меня однозначно уйдет в изделие. А вот эту я пока не знаю. Поэтому давайте все-таки посмотрим, сколько у меня есть. И все-таки я пока посчитаю ее как в запасы. У меня здесь 270 до минус 40. Да, 320 грамм условно у меня здесь есть. Ну, плюс еще вот эта вот бобиночка. Давайте 100 грамм. Ну, посчитаем их все-таки пока. Потому что изделие будет вязаться долго. Довяжется оно или нет, неизвестно. Но пока так, как это в бобине лежит, не в деле. Поэтому давайте посчитаю все-таки. Вот такая пряжица. Следующая огромная-огромная бобина, которая коверкает цвет. Он неимоверно красивый. Он такой изумрудный. 1500 метров на 100 грамм ее метраж. Это лидия. Цвет изумруд. Но, к сожалению, у меня здесь не написан состав. Либо это полушерсть, либо это 70 шерсть 30 ПА. Ну, то есть вот полу натуральный состав. Будем думать это так. И давайте посмотрим, что же здесь. Здесь у меня килограмм. Ну, вот целый килограмм пряжи у меня лежит. Я вязала из этой пряжи в 6, по-моему, что ли, сложений, или даже в 8. Вязала повязку. Подарила ее. Но попробовала вязать. Вязать вполне себе можно. Приятно. Ну, полушерсть. Надо понимать, что изделие получится тяжелым. Поэтому необходимо четко осознавать, что же я буду вязать. Пока думаю. Но, тем не менее, меня эта позиция в моих запасах нисколечко не напрягает. Следующая позиция, которая у меня есть, это твидовые позиции. Я их тоже недавно показывала в Твидомании. Даже вязала образцы. Все это показывала на видеороликах. Ну, в видеоролике, поэтому, если вам интересно проходить, ищите в ближайших, наверное, 20 видеороликах, есть одно видео, которое посвящено как раз Твидомании. И здесь я помню, что это неумил. СПА, артикул Галис, 450 метров на 100 грамм. И у меня этой пряжи, условно говоря, 420 грамм. Вот как-то так. Наверное, было 450, мне так кажется. Ну, плюс-минус, давайте думать, что будет 420 грамм в наличии. Следующий артикул безумный, безмерно красивый. Камера не передает. Я попробую вот так вот немножко поднести к экрану. Сейчас попробуем. Вот так. Видите, какие здесь крапушки красивые, рыжие на коричневом фоне. Обалденная просто. Просто обалденная ниточка. Это New Mill. Не знаю, как читается правильно. Тунулка. 53% шерсть, 33 ПА, 12 шелк. Я так понимаю, да? Я так понимаю, что это буретный шелк. И у меня здесь было 400 грамм. Но я немножко отщипнула, получается, на... Так, 80 грамм конус весит. Наверное. Ну, в общем и целом, 400 грамм у меня здесь. В общей сложности должно быть. Немножко ущипнула на образец. Ну, красивущая, очень красивая пряжа. Следующая позиция от видовой пряжи. Это такой джинсовый цвет. Крапушки белые, синие, ярко-синие. Смотрится в образце красиво. В бобине не очень. Но вам, конечно, показывает очень красиво. Камера любит этот цвет, эту бобину. Но в жизни она не такая. Она немножко как будто бы грязнее. Так, что здесь? 50% шерсть, 20% шелк, 30% па. 400 грамм у меня есть. Отщипнула немножко на образец. Вот. В итоге по образцу могу сказать, что полотно получается очень-очень красиво. Мне нравится, как ложится в полотне. Но, повторюсь, в бобине она мне не очень нравится. Итак, следующая огромная позиция. Огромная бобина, да? Позиция та же, что и черная пряжа. Здесь 80% мереносовая шерсть, 20% па. Это картная шерсть. Так, здесь, наверное, не то. Непонятно, правильно ли здесь написано все. Давайте не будем верить. Я точно знаю, что это именно тот самый состав, тот самый артикул. Так, и в общей сложности здесь у меня 600... Ну, условно, давайте 620 грамм. То есть, огромная-огромная бобина. Она тоже была на дикой распродаже. Я люблю такую шерсть. Люблю вязать из такой пряжи. Поэтому, конечно же, я не могла не заказать, пока она была на столь интересной позиции. По-моему, около 100 рублей 100 грамм. Ну, то есть, ну, совсем вот прям вот за какие-то сущие копейки. Поэтому я ее, конечно же, прихватила и взяла. Когда-нибудь что-нибудь свяжу. А что это будет? Тем более, это темный цвет. Темно-синий. Прямо он очень хорошо передается у вас на экранах. У меня есть двое мужчин дома. Думаю, что я найду, что им связать в будущем. Тем более, муж мне говорит, ну, раз у тебя есть хобби коллекционировать пряжу, коллекционируй, когда-нибудь пенсия придет. Я так смеялась. Ну, у многих ведь есть такая позиция, правда же? Ну и все. Не буду вас долго томить. Пряжа заканчивается. Бобинная. Остались у меня только носочные зарисовки. Здесь у меня в основе своей подаренной пряжи. Ее не так много. Так. Это носочка Рождество. Мельфилия. 42 шерсть. 25 махер. 33 полиамид. У меня ее 68 грамм. Так. Дальше. Это Аркабалена. Популярная и знаменитая. Здесь плюс еще вот такие остаточки. Аркабалена. Ну, в общем и целом. Смотрим. 178 минус 40 грамм. 100. Ну, условно 130 грамм. У меня ее есть. Здесь на полноценные носки еще хватит. На носки Хеликсы, скорее всего. Если это стандартный метраж. А это стандартный метраж. 420 метров на 100 грамм. Вот такие вот позиции у меня есть. Еще у меня есть Аркабалена. Вот такие две позиции. Это я сама покупала в магазине в Уфе. Мне кажется, мне просто нужно красиво перемотать. Потому что я их достаю, показываю. Вдохновляюсь. Кладу обратно. И вяжу из другой пряжи. Давайте просто вместе посчитаем. Здесь 207 грамм. Вот такая вот пряжа. Красивущая. Эту пряжицу мне в подмот отправляла Маша. И она тоже, как вы можете заметить, бобинная. Поэтому я ее сюда же посчитаю. И здесь около 100 грамм. Ну, то есть я люблю подмешивать вот такие вот пушистики в носочную пряжу. Носочки становятся пушистыми и очень и очень теплыми. На зиму самое-самое то. Ну, вот такие вот у меня позиции пряжи бобинной. По-моему, я все пересмотрела, что у меня есть. У меня вроде бы больше нигде ничего не завалялось из бобинной пряжи. Только если уж совсем-совсем сущие остатки. Но мы их считать не будем. Я подведу итоги. Когда буду монтировать видеоролик, обязательно вам здесь вставлю информацию, сколько же у меня бобинной пряжи в общем количестве. Обратите внимание, сейчас на экран всплывет информация о килограммах. Кому это важно. Для меня, конечно, это тоже один из важных показателей. Именно количество моей пряжи, да, чтобы ориентироваться и понимать, что же, сколько же ее у меня, на сколько лет мне ее хватит. В общем и целом, если вам понравился видеоролик, как всегда, дайте знать лайком. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. И мы с вами обязательно увидимся в новых видеороликах. И в одном из ближайших видео я вам расскажу и покажу обо всей моей моточной пряже. Ее у меня тоже немало. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok